всем привет на канале семян в чемоданах с вами я славян я сегодня вас приглашаю в новый видеоролик он будет очень клёвый потому что мы с вами будем смотреть куда же мы заехали и это как небольшой спойлер это вид с нашего огромнейшего балкона мы вчера совершили большущий переезд проехали порядка 600 километров по мощнейшим серпантином перевалом даже попали в небольшую такую зиму все это посмотрите обязательно в предыдущем видеоролике а сегодня видео про обзор нашей квартиры расскажем по цене расскажем как нашли погуляем здесь в округе что-то еще посмотрим сегодня кстати еще на минуточку финал чемпионата мира сегодня будем встречаться нашими друзьями в общем выпуск будет интересный поэтому поддерживайте его ставьте лайки пишите комментарии и погнали для того чтобы сделать подробный обзор этой квартиры нужно сначала распределить все вещи чтобы вот это вот здесь не стояла мы сейчас идем прогуляться до моря посмотреть какой там пляж ну так сказать одним глазком посмотреть вообще в принципе сколько идти от комплекса вот все дружненько идем ведь как у нас тепло все в шортиках тапочка просто там двигаемся прямо я вижу уже что начинается такой спуск туда здесь соседний комплекс такое ощущение что застройщик тоже этот же который и комплекс строил как нам эти здесь тоже окна некоторые выделены в такую рамку сейчас посмотрим как этот комплекс называется тоже несколько блоков блок c ну-ка а ну так это тоже эмират это эмирад dreams во это в принципе получается тоже сам нас эмирит паркс буквально в двух минутах у нас есть огромная парковка и на территории есть а 101 кстати он нормально в него несколько раз ходил он прям резко отличается от всех а 100 первых просто обычно вас 101 такой бардак а здесь вот так аккуратненько четко по полочкам разложено все получается еще в двух минутах от а 101 есть магазин шок здесь есть и большой migros мм который называется и migros jet мы в него заезжали когда приезжали изначально мироша нам сюда сыночек вот принципе все нормально но знаете как я скажу максимально спокойно вообще людей нет и это конечно классно а через два дома от шока есть магазин бим ну в этом плане вообще все как бы даже вырегут я бы сказал ладно идем дальше будем смотреть что там дальше есть у нас вот идем афиши висит русский магазин химия сувениры луку мы очки все для пляжа это ладно короче вот русские продукты квас рыбы пельмени сметана хлеб пряник из кущёнка творог соленья все для суши пломбир сосиски и русская кухня 724 короче где-то там 20 метров вот кстати надо будет сходить посмотреть а еще вот можно пожалуйста на параплане полетать тоже конечно хочется здесь для того чтобы попасть к морю нужно идти в переход вот двигаемся как этот конце туннеля вижу свет если на летом классно жарко переход попадаешь так хорошо для коляса все сделано это уже хорошо дорогу мы перешли чуть-чуть прошли и двигаемся уже непосредственно к морю я надеюсь что там будет пляж короче нашим комплекс одета и собственный пляж и правда не знаю где все закрыто здесь здесь получается всю береговую линию забрали себе отели посмотрим как-нибудь съездим в центр а в саларом и вроде как на окраине вот посмотрим как там но вообще в саларе считается самый лучший пляж здесь идеально мелкий песочек ну как я читал ну в принципе вот он даже есть на машинах заезжают да вот мы уже подошли пожалуйста морюшка ой какое спокойное дни волны ничего вон он сам об салар воду центру где-то там существенно прикольно вот душ стоит здесь можно составить коляску и пройти просто пешочком очень круто да слушайте песок это конечно вообще замечательная история в плане купания смотрите как здорово можно смело купаться на самом деле вода я думаю здесь градус по 22 надо завтра прийти обязательно искупнуться да настена будешь купаться бассейн и море на лиц огромная кстати береговая линия посмотрите его куда вообще уходит супер но люди вот боятся пожалуйста фото хуй 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 блин надо купаться идти в коса уходит дан классный пляж вообще классный учитывая что сейчас не сезон ничего нету пустота от этого еще и лучше возможно можно заходить на пляж как-то с другой стороны тоже посмотрим но мы сегодня зашли с этой стороны вода ну прям цеплющая прозрачная посмотреть какие переливы попробую зайти на сколько меня хватит он мне уже конечно по колено еще здесь умочусь ну точно все завтра прям с утреца приходим купаться обязательно буду так отмечать свой день рождения купалкой на рассвете ну как на рассвете не знаю как нам теперь эти домой не ну понятного мы как-нибудь дойдем но свинюшки конечно от бога это конечно хорошо но 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 есть определенные моменты здесь получается нас на входе висит такая схема ну и собственно по блокам что где есть на обед готовим сегодня наш обычный традиционный суп мясо картошка морковка и лук правда без морковки морковки не было а еще у нас отличная новость у нас пришло солнышко вот так вот светит и у нас получается туда туда будут закаты это круто очень еще нравится эта квартира тем то что у нее по факту нету соседей с левой стороны нету квартир с правой стороны только одна перегородка с одной стеной соединяем с соседями это конечно очень круто здесь парковочка разделена вот такими желтыми метками и огромный плюс этого комплекса еще в том то что ведь вот эта зеленая крыша там стоит огромнейший генератор это значит то то что есть вдруг вырубят свет у вас его не вырубят так двигаемся дальше такая вот территория я вот смотрю уже люди вон ведь с полотенцами хуа уже начали на расслабоне так вот видите как прекрасно горки не работают но понятно не не родик не ходи туда нам это бассейн нужен этот басик не слит это конечно очень здорово вон детская площадка может детей запустить здесь также есть всякие бильярды сейчас пойдем посмотрим вот он бар например уже здорово пойдем посмотрим пока там зона playstation зеленая территория конечно очень круто вот мы зашли смотрите здесь есть кальянная зона здесь вот просмотр телевизора можно просто работать проводить какие-то встречи можно играть в бильярд здесь же ну такая вот типа стеллажа какой красивый теннисный стол стоит есть библиотека есть компьютеры можно заниматься можно играть playstation зеркало вот есть гамак а есть еще кинотеатр вот расписание наша библиотека нуждается вполне мы будем благодарны ну понятно а это а кинотеатр пока закрыть ну ладно видимо это тоже по часам как-то работает и вот если хочешь туалет домой идти не надо вот так просто чик зашел здесь туалета ну очень круто ладно пойдемте дальше есть вот такой летний бар есть ресторан где вот собственно будем сегодня смотреть футбол вот ресторане меню такое есть ну в два раза дороже по пиву так буду судить но американо например что это 35 капучино 40 так-то недорого так вот вот и вот вот так выглядит рестик ну слышите очень круто конечно вот здесь будем сегодня сидеть посмотреть наверное футбол у нас это очень тепло он ведь все ходят в труселях в труселях да в тапках вот пожалуйста крытый бассейн я бы конечно поугарал на горках бы с пацанами но увы так там кто-то искать кстати вот она детская комната еще да а это магазин не все заходи так это короче магазином это не нужен всяких надувашек машек вот здесь собственно видите мы входим холл центр и вот оно расписание как чё работает сейчас ребята подождите так магазин это у нас получается вот пожалуйста бассейн вот у нас спортзал парня хамам тут есть парикмахерская вот хамам так спа-центр и здесь а здесь массажные комнаты кстати тоже прикольно можно сходить на массаж это туалет и спортзал ну конечно красивенько хамам кстати работает по субботе только по воскресенье с 12 до 17 воскресенье 10 до 14 14 до 17 только женщины воскресенье есть душ есть короче даже соляная пещера но не знаю как здесь свет включить соли подушать собственно сауны две штуки и и сам хамам ну красота пошли теперь одеваться вот здесь зоны для переодевалок для ты почему все дела здесь вот есть естественно правило пользования с 8 до 20 он работает кстати ну неплохо но на трех языках до правила написаны русский турецкий английский комната отдыха тоже очень круто выглядит мягкие лежачки подсветочки знаете такой вайп ложишься отдыхаешь настеночку отправили теперь мы с мальчишечками сейчас будем собираться до сыночек пойдем скорее собираться пойдем гулять дальше разведывать этот комплекс что здесь есть на детскую площадку теннисный корт найдем давай мирошка о какой мир ваша красивый вот прям очень маленький бассейн возле горок да мы покатали бы с артемка точно это очень лягушательный какой-то он тоже стоит туалет и душевые все рядышком детская вот он за стеклом бассейн может сейчас настенку увидим не знаю иди мироша гуляй вот кстати детская комната тоже есть ничего интересного ну как ничего интересного не занимаются воспитатели есть но сегодня закрыто этот человек даже руку не дает вот ему нужно делать все самому все сам все сам давай давай поднимайся такая здесь лесенка на теннисный порт давай-давай-давай сыночек ну и собственно вот вход мироша ну вот мы собраться с кем-нибудь да поиграть так-то круто конечно у нас такой прекрасный закат ребятки мы сейчас идем смотреть здесь в ресторан этот бар футбол а после футбола делаем рум-тур так что не переключайтесь мы бежим встречать первых наших друзей антоху и его дочку а юля улетела в этом туха стоит сейчас мы это антон автодом здрасьте не пустят у нас тут знаете какая веселая история произошла да ты чё в синим будем болеть все я запомню у нас сегодня такая история веселая произошла мы поехали через стамбул с анталии а слава говорит есть срез через анкару ну потом срезали но это прикол мы только собрали заходить как подъехали ищу ну ну здорово здорово привет все спал что просыпайся так вот так мы собираемся все экран конечно небольшой но тем не менее много целый день за вопрос кто играет я уже узнал узнал все видишь красава софа приехала с подарочком всем раздала про мирочку не забыла во нянька у тебя сегодня дай мирочка очень опасный штрафной нет это ребята здание болеют за францию так ну собственно аргентина себе снова наиграла на пенальти сейчас посмотрим бьет месси как всегда темка темка за месси болеет месси бьет месси 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 смотри внимательно артем настенки принесли салат вот это салат нам принесли пиццы кстати здесь классно то что кухня открытая и и готовят при тебе ничего не подогревают как было в одном комплексе мы тоже заказывали подогретое все просто было а здесь готовят все прям при тебе супер вот далее болеет чувак с ливерпулем пенальти сейчас будут бить радуется забил вот такой компанией прикиньте две минуты разница и опять гол вот это да ты пропустил ты пропустил гол 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 что здесь творится просто это маленький папна собрались просто разные люди вообще смотрите фенальти кто а еще собака там короче тоже подлаивает давайте посмотрим чувак с ливерпулем ну что посмотрим вот это футбол загнули кто 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 был чтоб ее берем Nano Давай! Я верил в пенальти! Постанова! Постанова! А Мирошка самый главный болельщик. Под эти крики и оры вот так вот... Хотел сказать 11 часов уже. Спит. А время там 8 часов. Но мы готовимся к пенальти. Ай-яй-яй, что здесь творится? Марокко победит. Марокко, да? Да вылетела мы улыбаем. Просто реакция. Эмоции. Вау! Йоу! 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 Без звука за Аргентину. Ха-ха-ха! Да! Ну просто если Аргентина выиграть, то понятно там как бы... А вот если Франция, это было бы по-другому. Вот так вот. О-оу! Йоу! Шанганьская полетела! Кон tenemos, мирошек аж подорвался, аргентинном... Аргентина! Аргентина чемпион! Мироша, гол! Гол, кричи, гол! Скажи, что он спал. Я видел, я показывал. Что он проснулся в дом. Слава, мы деньги положили, все хорошо. Ты когда монтировать будешь, пьяный, ты помни, что все мы рассчитались полностью с тобой. Самое главное, Слава, запомни, все рассчитались. Подтверждаете? Все было честно, да? Слава просто слишком пьяный, чтобы запомнить. Мы все ему записываем на видео. Все снял, Дим, забирай все, пошли. Вот, он надкусал, тут Слава пришел, надкусал пиццу, выпил все, киндеры все съел и ушел пьяный. Так что, Слава, ты давай уже на монтаже посмотришь. Ну все, мы его сюда сейчас и поломаем. Ну мы очень круто посидели. Месси взял золотой мяч, Аргентина, кубок, это все понятно. А мы сейчас выдвигаемся к нам. Собственно, с нас рум-тура мы пойдем пить чай. Погнали. Кстати, и вот здесь на первом этаже висит такая шуткенция, типа, годовой платеж. Вот это тот самый Айдат. Вот цены. Подъезд шикарен. Ну и сразу вход в квартиру. Ну что, вот у нас входная дверь, как заявляет застройщик, типа, бронирован или бронированный. По факту нет, но двери все равно хорошие. У нас есть глазок в подъезд, можно что-то посмотреть. Здесь сразу же у нас висит домофон. Можно включить где-то там свет. Ну и, собственно, видно вход в подъезд. Если к тебе кто-то пришел, тебе позвонили. Здорово. Включатель, включатель света. Дальше у нас, значит, прихожка. Далее у нас, значит, прихожка. Стоит вот такой вот стеллажик. Это я, зеркало. Здесь тумбочка, там еще тумбочка. Значит, в квартире шли сразу по умолчанию две теннисные ракетки, что очень круто. Здесь есть теннисный корф. Далее огромное количество мячей для большого тенниса и для маленького пинг-понга. Также здесь еще есть пласты. Целых три комплекта и трубки плавать. Поэтому мы с вами обязательно поплаваем. Сразу же вход в первую комнату. В этой комнате, значит, есть большущая кровать. Огромный плюс в том, что она очень невысокая. Видите? Потому что в той квартире была высокая кровать, и спать на ней было опасно, если вдруг упадешь. Две тумбочки. Цвет у мебели очень красивый. Такой, знаете, типа серый графит. Типа стиллов, да, как это называется. У кровати тоже спинка мягкая. И тоже такого серого цвета. Значит, шкаф-купе огромный. Мы уже разобрали все свои вещи. Все разложили. Все-таки мы здесь на месяц. Поэтому, конечно, также в шкафу есть два еще небольших комодика. Вот, кстати, Настенка оставила здесь телефон свой. Потом будет искать, где мой телефон? Где мой телефон? В этой же квартире есть пылесос. Ну, плюс у нас есть свой робот-пылесос. И самое главное, это вот эта сумка. Я думаю, что вы уже знаете, для чего она. У нас ее нет. Но кто не знает, с такими сумками люди ходят на рынок. Далее, значит, здесь есть два матраса дополнительных. Мы один сразу постелили, потому что Настенка здесь мирошка спит. Если вдруг скатится, то упадет на мягенькое. И вот, собственно, второй матрас. Вид из этого окна на море. Шикарнейший вид. Сейчас, кстати, солнышко к нам уже подойдет. И на теплице. Какие-то здесь теплицы. Не знаю чего. Скорее всего, какие-то либо банановые, либо авокадные. Не знаю. И, собственно, вот в комнате стоит сплит-система. Ну и люстра в стиле дорого-богато. Так, двигаемся в следующую комнату. Покажу, опять-таки, длинный-длинный коридор. Это вот такая огромнейшая прихожка. Подсветочка красивая. Правда, единственное, они не сделали разделение. Включать просто подсветку и точные светильники. В итоге включается сразу все. Так, следующая комната. Это у нас детская комната. Вот, собственно, дети. Вот, здесь стоит две кровати. Ничего такого сверхъестественного. Тумбочка. Вид также на море и на теплице. Сплит-система. И большой шкаф. Ну и, собственно, два ковра. Что тоже, кстати, немаловажно. Потому что в этой квартире не ламинат, как мы рекомендуем выбирать квартиры с ламинатом, но все равно. Эта квартира очень теплая, поверьте мне. Мы знаем, что такое холодная квартира, что такое теплая. В том году мы это испытали. И зайдя сюда, мы поняли, как здесь тепло. Вот мы ходим в шортах, в футболке. И нам прям максимально хорошо. Понятно. Это Мирошка. Мирошка пись-пись-пись-пись делается в туалете, а не возле туалета. Понял? Ага. Так, дальше у нас, значит, вот такая вот ванная комната, санузел, как угодно можно называть. Унитаз, машинка, раковина. Так, ну и, собственно, сама стеклянная душевая кабинка, ведро под грязное белье, которое почти уже заполнилось. Ну, семья большая. Ну, пусть это будет корзина, ладно. Это снова я. У нас здесь есть вот такой вот неоновый луч. Подсветочка такая декоративная, что тоже прикольно. Очень нравится, что раковина здесь невысокая. Вот, прям, прям низенько поставили ее, что детям очень удобно. Здесь стоит не более, здесь стоит вот такой вот нагреватель воды, Siemens. Как вы этих знаете, типа в автокемпингах что-то подобное стоит. Минус вот этих нагревателей, это то, что нужно горячую воду ждать. Ждать, наверное, минуты две-три. Такой же нагреватель у нас стоял в том году в Майморине. И ожидание, это, конечно, еще та история. Но, по крайней мере, ты можешь смело помыться всей семьей. И есть понимание, что вода-то не закончится. И это хорошо. Из ванной комнаты мы выдвигаемся в большущую комнату. Это же гостиная с кухней. Здесь лежат ковры. Здесь стоит диван, два кресла. Детская кроватка. Мы, конечно, детскими кроватками не пользуемся. Но, тем не менее, приятно. Мирону это как аттракцион. Туда залезть, лезть. Прикольно. Стоит, значит, стеллаж. Такой с тумбочками. И телевизор. Небольшой, но, по крайней мере, YouTube, Netflix, выход в интернет. Все имеется. И, конечно, это очень хорошо. Огромное панорамное стекление из раз. Здесь мы разворачиваемся. У нас огромнейшая кухня, что Настенка прям сразу кайфанула. Огромный стол на 6 персон. Но здесь можно посадиться 6, 7, 8. Новый холодильник, что тоже очень приятно на самом деле. Потому что открываешь. Ну вот, пожалуйста, он пока пустой. По фотографиям не было посудомоечной машины. Мы даже, на самом деле, немножко расстроились. Но, когда мы приехали, посудомойка есть. Она тоже, кстати, новая. Из серии А++, что экономит электроэнергию. Далее у нас, ну что здесь, приборы, шкафчики. Это все понятно. Есть кофеварка, есть духовка, газовая плитка. В перемешку с электроплиткой, что тоже прикольно. Потому что, например, если газ закончится, есть какой-то цикл, пока заменят вот этот вот газовый баллон. Ты можешь готовить на электрической плитке. У нас просто был такой случай. В той квартире у нас закончился газ. Благо, у нас была своя газовая вот эта плитка. И мы воспользовались нашей до обеда. А потом к обеду привезли уже этот баллон и нам подключили. Поэтому вот такое вот решение. Миксовая плитка, конечно, это классно. Есть микроволновка, электрический чайник, посуды хватает. Это, конечно, очень здорово. И, собственно, смотрите, еще два панорамных остекления. В каждом панорамном остеклении, замечу, есть двери. Это выход на балкон. Балкон огромный. Пойдемте, буду вам показывать теперь, что у нас здесь. Так, здесь стоят бутылки. Это... Опа! Нам надо воду заказать. Вот, пожалуйста, парковка. Наша машина. У нас здесь сегодня очень тепло. Вид... Так называемый двор. Это бассейн. Очень здорово и прикольно. Вид на горы. Дальше смотрите. Вот видите, какое огромное-огромное-огромное. Это мы здесь уже белье сушим. Стол. Еще пять стульев стоит. Ну и, собственно, смотрите, какой шикарнейший вид. Вон туда тоже уходит балкон. Здесь эти радиаторы, да, их правильно называют. Кондиционеров. Ну, собственно, раз выход, два выхода. И там три выхода, которые мы с вами уже видели. Вот. В такой квартире будем жить целый месяц. Представляете, как здорово? Максимально, максимально, максимально классно. Вот. Ну и по комплексу. Вы, в принципе, уже поняли, что в комплексе есть тоже абсолютно все. Отельная инфраструктура. Это, конечно, классно. А, кстати, вот еще хозяин тоже позаботился. Есть горшок и есть детский стульчик. Я думаю, что семьи, у кого есть дети, обязательно это заценят. Что забота, когда заботится о детях, это, конечно, хорошо. Про плюс квартиры я рассказал то, что она теплая. То, что здесь есть инфраструктура, все очень развито, все работает, все хорошо. Это, конечно, вообще максимально идеально и здорово. Теперь давайте поговорим, что по цене. Смотрите. Эту квартиру мы сняли на Airbnb и стоила она 1200. Этот вариант, кстати, нашла Настенка и она мне его показала еще в самом начале, когда я только начал искать квартиры. Но я такой смотрю, цена 1200 долларов. Я говорю, ну куда? Это вообще-то, ну куда за квартиру такие деньги? В итоге я ему написал и предложил цену дешевле. Он сказал, подумаю, пока он думал и я думал эту квартиру уже забронировали. И мы такие, ну ладно, значит не наш вариант. А потом он написал, что те ребята отказались, они не могут прилететь, поэтому он предлагает нам эту квартиру сейчас арендовать. Мы буквально день подумали, списались еще раз с ним и решили, что будем оплачивать. Да, попросили скидку и вообще нам эта квартира получается обошлась в 1000 долларов. По курсу мы ему переводили через корону, первую часть вы видели в Казахстан. Первый раз мы перевели по курсу 67, потом мы переводили, когда заселялись уже вышло по 69. То есть по сути 70 тысяч рублей нам вышла эта квартира на месяц. Сюда уже входит интернет, сюда уже входит электричество и вода. Короче, все, мы отдали 70 тысяч и больше ни о чем не думаем. Все, что рестораны, хамамы, сауны, бассейны, спортзалы, корты, бильярды, плейстейшн и кинотеатры, это тоже уже все включено. Мы можем этим пользоваться в безлимитном количестве, зоны барбекю и так далее и тому подобное. Ну, мне кажется, достойная цена. Что будет дальше через месяц, пока не знаю. Я думаю, что на этом можно завершать видеоролик. Ребята, пишите свои комментарии, пишите, как вам квартира, пишите, как вам комплекс. Вообще, в целом, как вам Афсалар там, где мы погуляли. Также пишите эти комментарии. Я буду с вами прощаться. Увидимся в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok